Сегодня рожходыш новомесящего месяца Менахин Ав. Всем известно, что сказано, что месяц Ав он отличается для нас вроде бы не в лучшую сторону. Сказано, что когда начинается месяц Ав, перестает радоваться, уменьшает радость и вообще прекращает его, как пишет Тур Саппорт. Это время, когда есть какие-то учебники, какие-то судебные разборы с другими народами, лучше их отложить на более благоприятное время. А с другой стороны, есть у нас месяц Ав, такая дата называется на 15-е Ав. 15-е Ав. Тубе Ав. Об этом дате сказано, что в конце Масеха Теанид, что не было более радостных дней до нашего народа, чем Юм Кипур и 15-е Ав. И это последняя Мишнама Саха Теанид, это очень странная вещь, очень глубокая вещь. Мы вообще не знаем, что такое 15-го, мягко говоря. Мы в этот день просто не говорим таханун, если свадьба какая-то, то веселимся на свадьбе. У нас нет того веселья, радости, которое мы готовим, говорит Мишна. Но это удивительная вещь, как вообще-то говоря, вместе уживаются в одном месяце такие два разных дня. И более того, известны слова наших мудрецов, что святость дат каждого месяца на корень ее восходящего в новом месяце. По большому счету у нас есть нечто похожее, но там это менее странно. Ну, есть месяц тишерый, есть параллель временно между Теснин, от 17-го Томуза до 20-го Шабав, с временем от Рожашина до Шмениоцера, это уже 22 дня, это вещи связанные. Вот, когда человек приближается в дни Слихот, он думает про себя. Ну, я говорю, как бы, мы быстрее пошли, Слихот, Рожашина, Емкипура, и сразу мы бросимся в Симхат Бейташуева на Сукот. Или еще лучше, если прямо в Симхат Тура. Ну, как-то это, то есть есть противоречия в этом месте. И все равно, это время, когда 10 дней месяца мы в каком-то состоянии трепета и страха. А с другой стороны, время, в тот же месяц большой радости, большого веселья среди Сукот плюс Шмениоцера, Симхат Тура. Я думал в этих вещах не раз и понял на себя одну вещь, что невозможно прекратить к радости Сукот, без того, чтобы до этого у нас была Рожашина Емкипур. Одно без другого не работает. Не работает. Но тут есть как-то, в общем-то, более явное противоречие. То есть страх, то есть Всевышний любовь к нему, чува и радость – это вещь очень связанная друг с другом. А тут, знаете, не Рожашина, не Емкипур – это не дни траура. По нашему обычаю мы сидим больше шесть дней на полу. Это знак траура. А с другой стороны, через пять дней, шесть дней. Очень радостный день. И причины этой радости 15-го очень непросты. Вопрос от Гоморама Сакатаанит. От этого несколько ответов. И так как моему скудному разумению эти ответы как-то меня не удовлетворили, как-то я недопонял все-таки, почему такой радостный день после всех этих ответов. Я как-то спросил по-другому из Шапера. После всех этих ответов, ну почему такая радость? Он мне показал место в комментарии Рамбомана, намешнув Таанит. Рамба, в общем-то, объясняет одно из объяснений Гмары, нечто новое. Рамбоман просто объясняет тем, кто сами недопонимает то, что сказано в Гмаре. Там приводится говорить одно из соображений, почему. Тут был такой радостный день, чтобы прекратили умирать поколение, которое должно было быть в пустыне. Но казалось бы, в чем тут такая радость? Тем более радости не только этого поколения, она последующая. Я допустил Трампом. Главное говорит вам следующую вещь, что, когда выяснилось, что прекратили умирать, вышедшие из Египта, наш народ в пустыне почувствовал благоволение Всевышнего к ним. Это было не просто, чтобы конь прекратилась страшная гзера, страшное восстановление. Они почувствовали, что Всевышний, грубо по-русски звучит, хочет нас. Назадили что? То есть это был как бы момент, когда наш народ почувствовал себя заново. Благоволение и избрание Творца. И тут есть, давайте просто вещь немножко по именам. В пустыне Тишабаав был как-то даже более тяжелым, чем у нас. Гораздо. Был такой очень четкий обычай в пустыне. Столько было объявлено, что не были дворец строя. То перед Девятым Аббом был так разрушен, как голос сходился по лагерю Израиля. «Копайте могилы». Копали могилы. И ночевали ночью на Девятом Аббом в могилах. Нет, еще Девятого Аббом. Часть вставали, а часть не вставали. Представьте себе такое вот Девятый Аббом такое. Представьте себе. И более того, мне трудно это проверить на месте. Но просто говоря, безусловно, у поколения пустыне была возможность для Чувы. Была ли возможность это постановление Всевышним отменить? Не знаю. Может, это так выглядит, что нет. Они говорят, условно, что делать, чего? Это помогло бы им. Но это не помогло бы, скажем так, избежать этой экзеры. То есть точно так же, как тот, кто приговорится к смертной казни за какие-то грехи, то его самая полная Чува вынесвобождает от доказания. Почему они были рады? Они не знали, где закончились? Они не знали срок? Сорок лет? Сорок лет? Это вопрос отдельный. Вопрос правильный, но сейчас я не хочу его касаться. Но в том-то и дело, что без Рамба мы это, ваш вопрос правильный, они знали, что вот это уже кончается срок. Но Рамба говорит, что не просто кончился срок. Кончился срок, это же не 15-го, а 9-го кончился срок вроде бы. Они почувствовали 15-го великое благоволение Всевышнего к нашему народу. Я хочу сказать одну вещь. Надо знать об этом благоволении к нашему народу и до 15-го аула. Что я сейчас имею в виду? И 9-го аула есть это благоволение. Мы его не ощущаем. Значит, 9-й аула – это такой день сокрытия. Но знать об этом мы должны. Я задал вопрос сегодня на нашем уроке. Как это может быть еще из одного дня расходыша? Расходыш выходит как бы из этого корня месяца. Из него вырастают такие два разных дня. 9-й аула – 15-й аула. На самом деле, если мы услышали то, что мы сегодня говорили, они просто вырастают два разных дня. Эти два дня реально, они связаны друг с другом. 15-го аула мы радовались. Мы были благоволение Всевышнего к нам после 9-го аула. После 9-го аула. Есть в начале главы «Микец» в конце книги «Брэшит». Как начинается глава «Микец», как фарон видит сны о Ниле, о коробах и так далее. Как вытаскивают Йосифа из ямы, из тюремной ямы, он является в предпорядок. Как он из темницы становится премьер-министром фараона. Поэтому, говорит Микраш, «кэц сам нахойших». Есть граница тьмы. Тьма, она не властвует. Тьма – это одно исправление правления Всевышнего, а его правление коренево – исключительно добро и к добру. Я хочу сказать следующую вещь. Мы об этом уже не раз говорили. Говорили об этом, о правительстве Белама. Что Всевышний тогда раскрыл через правительство Белама? В самых больших проклятиях заложено Бетеброк Сибирь. Он хотел проклясть наш народ. И Вишн это раскрыл через его уста, через уста поганого мерзавца Белама. Он раскрыл и растал частью Торы. Через Белама нам раскрылась часть Торы. Это вещь поразительная, что раскрылась, как из проклятий вырастает величайшее благословление. И на силу того, что он хотел нас все уничтожить, Всевышний показал ему, что из самого большого зла было достать максимальное добро. Это то, что произошло с Белам. То же самое, когда мы говорим про Дейшаба – это очень тяжелый день. Очень тяжелый день. Но и мы действительно должны верить и знать, что все эти тяжелейшие трагедии нашего народа, которые происходили, и в старые времена, еще до Мишны, и в последние времена, много событий практически в Дейшаба и в более поздние времена. Я сказал, что изгнания в нашей Европе были тоже времена 9 авгу. Сейчас известнейшее всем изгнание из Испании. Но есть у этого единый корень. Тот, кто приводит эти тяжкие беды, он приводит и избавление от них. И более того, во всем этом зле должно добро. Все, что делает Всевышний, все делает, делает добро. И так хочу объяснить, что именно месяц авгу, у нас есть такой день, как 15 авгу. Надо напомнить себе о благоволении Всевышнего нашему народу. И более того, нам надо в сами дни авгу и всего 9 авгу напомнить об этом благоволении. И именно в силу этого знания, этого благоволения, почувствовать себя, как низко мы пали, как далеко мы отторгнуты. Почувствовать боль разрушения храма, боль разрушения нас самих. Нас самих. Просто вещь, чтобы понять. Есть такое понятие, что человек уже теряет чувствительность. И с уважением по Сахад Шаббат, человек живой, он не чувствует боль, у него есть мертвая кожа, мертвая кожа. Есть, не дай Бог, когда у человека есть гангрена. Одно из признаков гангрены, что он теряет чувствительность, там уже ничего не болит. Ни крови нет, ничего. Просто умирает. Умирает только. Когда мы не болим, то, что с нами происходит, это признак, что у нас слишком много гангрены духовной. Нам надо вернуться к состоянию боли. Боли за изгнание, боли за вкушение храма, боли за то, что происходит в нашем жизни сегодня. Боль за нас самих, кими мы могли бы быть, а кими мы и сегодня сами. И это великое благо Творца, что он нам дает нашим душам, оставляет у нас некоторую точку такую, точку жизни, точку жизни, что позволяет нам ощущать нашу истинную жизнь, через нее можно почувствовать эту боль. Это будет нас привести к исправлению, к раскаянию, к обращению к Всевышнему. Есть в Эйха такой стих Буквально «Вылей как воду свое сердце перед Всевышним». Понимаете, Тишаба Ав – это день перед Всевышним. Это очень большой день Тишаба Ав. И это не время, когда на то, что называется, его реконтоваться. Очень большой день. И надо удостоиться, почувствовать эту боль и желать… Знаете, когда человек уже оторвался от источника жизни, он живет на каком-то таком уровне, в котором там вроде него все хорошо. У него нет возможности и желания. У него нет просто чувств понять, что им не хватает что-то. Нам Всевышний дадует возможность почувствовать, что нам чего-то не хватает. Это чувство нам необходимо в себе развить. Я думаю, что чуть ли не единственный способ нас его развить – это Тора. Потому что Тора, сказано в Зоор, «Куча Бриху, Рай Севисроль Хад». Всевышний, Тора, Израиль един. Когда мы приправляемся к Торе, которая в нас восстанавливает, восстанавливает нашу душу. В Торе заложена тайна. В Торе есть источник воскрешения у нас мертвых. Так вот, мы сейчас не будем говорить о грядущем воскрешении, потому что мы сейчас оживили все мертвое в мире. Но это вещь, дай Бог нам до этого дожить. Есть у каждого из нас необходимость из-за внутреннего вставания из праха. Я еще немножко одну вещь объясню. Источник жизни – это воля Творца. Человек, когда оторвался, он оторван от жизни. Он оторван, он мертв. Поэтому сказано, что преступники при жизни называются мертвецами. И если мы приправляемся к Торе, то это сказано в нашей книге «Дворим» «А вы, которые прилипились к Всевышнему живо и сегодня». Мы говорим этот стих, когда выносим книгу Торе. Почему? В этом изложена возможность прилипиться к источнику жизни. Поэтому, наверное, с одной стороны нам надо прилипиться к Торе. И, ну, в Тиша Баа, и это нам запрещено. Нельзя учиться. И для людей более высокого, чем мы, которые по-настоящему живут Торой. И все равно это очень тяжелый день. Возможно, учиться. Есть ли места, которые можно обладать? Нет, это, понимаете, просто уровня. Учеба – это глубочайшее проекновение, достижение глубоких вещей. Если ему скажут, что сегодня можешь просто почитать что-то того, поверхность. Для него это не учеба. Для него это отсутствие жизни. Так вот, нам надо почувствовать жизнь, но не думать, что надо на то, чтобы почувствовали жизнь, занимаясь Торой, уже все в порядке. Нас требуется один день оторваться от учебы, чтобы почувствовать, что в целом нам не хватает жизни. Известны слова Вилинского Гаона, что разрушение храма – это была смерть еврейского народа. Всевышний называется душой нашего народа. И душа – это оставила наш народ. Изгнание – это была могила. Он был похоронен среди среди народов мира. И пишет дальше в Вилинский Гаон, что еще, когда были ишивы академии Бавилона, хотя бы скелет был цельным. Но потом, когда они разрушились, то есть был, что такое цельный скелет, я объясню это так. Там было цельное знание Торы, даже на уровне меньше, чем во время храма было. Поэтому Вилонский Мудрециттор называется Гаоним. Что такое Гаон? Гаон – это число трактата в Мишне. Кто назывался по-настоящему Гаон? Тот, кто знал все разделы Торы, ему полагается звание Гаон. Ну, это подходит сейчас тоже Абхайму Хадебскому, еще люди подозревают подобное ему. Но потом, когда уже эти ишивы Бавилона были разрушены, пишет Гаон, что тогда хотя бы скелет развалился, на отдельные кости существовали. Это были периоды решены. А в наше время уже остался один прах мертвого, и мы сейчас ожидаем возрождения мертвых. Нам трудно понять, что в поколении Гаона это уже называется прах. Но Гаон знал, что он говорил. Но то, что мы сегодня в этом состоянии в целом в состоянии праха – это нам гораздо легче понять. Но есть Всевышний, который нас обещал за праха вывести. Есть Ива Тора, который находится возле нас. Надо идти далеко. Вот лежит. Гомора. Что? Гомора. Вот. 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 Гомора. Есть другие книги. На Всевышний брал возможность даже в этом темном месте, где мы находимся, прилипиться к эмоторию, расстроиться свет. Это надо действительно почувствовать боль, а не просто впасть в депрессию, а пробудить все желания вернуться к Торе, вернуться к жизни. И молиться, чтобы Всевышний действительно оживил нас весь мир и действительно все зло исчезло. Дай Бог, чтобы это было в ближайшие дни. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok